Всем привет, это Nexus 6 с Android M на борту. Обновленную версию Android с Material Design представили на Google I.O. 2015. И мало чего они рассказали на самом деле, хотя новых интересных особенностей предостаточно. Как и в прошлом году, версия Android называется одной буквой, буквой M. Полный релиз будет представлен осенью, и скорее всего это будет Android версии 5.2 с названием Muffin или Macadamia Nat Cookie, печенье с орехами Macadamia. В любом случае это будет известно только осенью. Смотрим, что есть уже сейчас. Пасхалка у Android M выглядит очень мило, при долгом нажатии всплывает вот такой человечек. Локскрин, изменения фактически косметические. Толщ, шрифт, другой кёрнинг, смотрится симпатичнее, чем было раньше, это правда. Ещё одно непонятное нововведение – это Google Now вместо звонилки слева. Как и раньше, свайп вверх открывает рабочий стол. Всё осталось прежним. Сразу можно заметить только новую обоину. В настройках из новых она всего одна. Вот что серьёзно переделали, так это меню с приложениями. Смотрится, скажем так, не очень здорово. Листаются приложения теперь вниз, и разделены они по алфавиту, как на мобильный Windows. А сверху четыре самых часто используемых приложения. Ну, спорно выглядит. Зато появился поиск по приложениям. Это удобно. Да и, к счастью, это ранний билд для разработчиков. К официальному релизу всё должно быть красиво. Так же теперь выглядит и меню с виджетами. Листается вниз. Идём дальше. Громкость. Наконец-то это раздельная громкость. Нужно только развернуть. И цветным показывается именно тот регулятор, что сейчас отвечает за звук. Если мы зайдём в приложение YouTube и, например, запустим ролик, то громкость будет уже регулироваться для мультимедии. Ещё приятнее – это появление полнорабочего, беззвучного режима, который сейчас в Android 5.0. Для этого нужно свести громкость к минимуму и ещё раз нажать кнопку громкости вниз. Остаётся рабочим только будильник. Но куда же делись звуковые режимы, как в Android 5.0.5.1? Они перекочевали в быстрые настройки в шторке уведомлений. Теперь это всё настраивается отсюда. И сразу же про быстрые настройки. Google смиловались и позволили пользователям самим менять приложение иконок по своему усмотрению. В приложении настроек появился пункт System UI Tuner. Здесь как раз можно всё настроить, можно удалить ненужные иконки и расставить всё, как вздумается. Следующее. Полностью переделанное меню копировать-вставить. Больше он не сверху, а всплывает там, где выделен текст. В общем, стало как в iOS, и это правда удобно. Возвращаемся в настройки. Здесь в опциях для разработчиков появилась возможность менять тему приложения настроек со светлой на тёмную. Этого ждали ещё с выхода Android L. Можно также поставить автоматическую смену цвета в зависимости от времени суток. И скажу вам, тёмная версия смотрится очень даже классно. Ещё одна полезная новая функция – доступ к приложениям. Теперь любой программе можно ограничить доступ, например, к микрофону, камере, геоданам и так далее. Такое мы уже видели опять же в iOS. Если приложение новое, то прежде чем что-то использовать, система сначала спросит, можно ли. Звонилка. Выглядит она чуть по-другому. Если нажать на контакт в журнале вызовов, то вылезет меню. Можно перейти к сообщениям, а ещё посмотреть активность звонков. Тут же появилась иконка с трубкой. При нажатии на неё последует сразу звонок. Из других мелких полезностей приложение теперь можно удалять прямо с рабочего стола. Достаточно зажать иконку и перенести её уже в корзину. Изменилась анимация в приложении камера. Стало поприятнее. Всплывающие сообщения тоже выглядят классно. И приложение запускается с новой анимацией. Вообще всё чуть по-другому. Кроме всего этого появилась нативная поддержка Wi-Fi звонков. Есть теперь и Android Pay – единый стандарт для совершения покупок через NFC. Всё это полезно пока только для США. В стандарте Android теперь поддерживает и отпечатки пальцев. Можно с помощью этого покупать и в жизни, и онлайн. А ещё, видимо, нам стоит ждать новый Nexus со сканером отпечатков пальцев. И, скорее всего, это будет Huawei, потому что у них уже в этом опыт есть. Режим Dose вводит телефон в состояние глубокого сна при неактивности и сильно экономит заряд. Но в полной мере на эту функцию пока посмотреть нельзя. В будущих устройствах с USB Type-C появится возможность зарядки других гаджетов с помощью своего. Это тоже здорово. Ну и главное для многих – нововведение, бэкапы данных приложений. Теперь при смене устройства все пароли и явки можно сохранить в облаке Google Drive, но не больше 20 МБ на приложение. Но всё равно это очень-очень классно. Отдельного упоминания стоит обновлённый Google Now. В первой сборке Android M он не работает, объявляя, что в будущем всё будет. Но Google уже рассказали об особенностях. Google Now станет куда умнее, он научится рассуждать, исходя из контекста. Например, переписываясь с кем-нибудь в Hangouts, помощник сразу же сможет предложить ссылки на этого человека в разных соцсетях. Или слушаете вы с Крилекса, тут же спрашиваете, какое у него настоящее имя, и Google без подвохов понимает вопрос и отвечает на него. Обновилось и приложение Google Photo, которое доступно всем желающим. Оно теперь не зависит от Google+, оно стало удобным и красивым. Можно смотреть фотографии по разделённости, день, месяц, год. На самом деле ничего особенного, но стало удобнее, это уже хорошо. Кстати, приложение Google Photo можно обновить уже сейчас, не обязательно иметь новый Android M. Но самое-то главное, безлимитное место для хранения фотографий. И абсолютно бесплатно. Правда, фотографии всё равно ужимаются до 16 мегапикселей, а видео до разрешения Full HD. Ну и последнее, скрытая фишка Android M, которую без сактивации не найти. Встроенный режим многооконности. После нетрудных действий с получением рута в настройках разработчика можно активировать соответствующий пункт. Можно включить многооконность. На телефоне два окна, а на планшете до четырёх окон одновременно. Приложения выбираются из многозадачности. Этого многие тоже ждали давно. Если на телефонах не так удобно, то на планшет вообще супер. Релиз Android M уже доступен для скачивания. Это нестабильный билд, и просто так его ставить вряд ли стоит. К тому же хорошо есть батарея. Прошивка на данный момент есть только для Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 и Nexus Player. А полноценный релиз новой версии Android состоится осенью. С нетерпением ждём. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok